Путин это постмодерн. С канала Ритарха. Сегодня мы наконец-то поговорим, что такое постмодерн и выясним, как он влияет на нашу жизнь. Интересно. Здравствуйте, дорогие любители постмодерна. Знаю, что многих смущает подобное приветствие. И, кстати, не зря смущает. Потому что это обращение любителей постмодерна – это же ирония. Ведь совершенно очевидно, что ни меня, ни большую часть зрителей канала в любителей постмодерна уж точно не записать, а даже скорее наоборот. Однако сегодня именно о постмодерне мы и поговорим. Видите ли, постмодерн – это эпоха, это измерение времени, в котором мы живем. И постмодерн принес с собой новую этику, новую философию, новое отношение к истине. Но самое главное – постмодерн создал нового человека. Человека, которого Делес назвал шизофреническим, бодриарм, массовым, а Маркуза – одномерным. И мне кажется, пришло время наконец-то во всем этом разобраться, чтобы не только понимать, что такое постмодерн, но главное – понимать, какое влияние эта эпоха оказывает на нашу с вами жизнь. Чё такое эпоха? Как её потрогать? Как её отделить от неё эпохи? Где находится переход от одной эпохи к другой? Как их отличать вообще в принципе? И почему в нашу эпоху якобы постмодерна есть огромное количество людей, которые так или иначе, ну, я не знаю, не являются постмодернистами вообще ни в каком смысле? Ну да ладно, всё надо. Шада, в чём разница между постмодерном и постмодернизмом? Да я не имею понятия на самом деле. Это заказанное видео, друзья, это заказанное видео, да. И рассматривать постмодерн сегодня мы будем на примере Путина. Причём не в качестве конкретного человека и даже конкретного политика, а скорее как феномен. Ведь Путин тоже не просто человек. Это эпоха, которая проникла в сознание, пропитала культуру. Прям как постмодерн. Так что именно об этом, о постмодерне и Путине, как духе и сути эпохи, сегодня мы и поговорим. Но чтобы понять, что к чему, для начала нам придётся занырнуть в ум от истории и коротко пробежаться по предшествующим эпохам. Итак, сперва у нас был Примодерн. Это эпоха где-нибудь между античностью и 18 веком. Хотя античность тоже туда можно включить, но это уже частности, точные даты нам здесь не важны, важна суть. И сутью Примодерна был бог. Сакрально играла ключевую роль как в сознании отдельного человека, так и в культуре того общества в целом. Примодерн – эпоха без сомнений. Там всё понятно, всё просто и самое главное – однозначно. Истинно известно, она полная хуйня. То есть уже относительно Примодерна полная хуйня, потому что такое описание средневековья никуда вообще в принципе не годится. Оно игнорирует практически всё развитие философии европейской, именно вот такой вот средневековой. Но это бред полный. Это полный бред. Ну то есть такое описание полное бредовое. Если это не даёт не сама девушка ретарда, а если это дают реально какие-то исследователи, но эти исследователи – дегенераты, которые не понимают, что такое история философии в целом. Прикольно. На божественной содержится в Писании. Смысл человеческого существования тоже не требует обоснований и поиска, он задан изначально. Поступать правильно в том обществе значит поступать с божественным законом, ну а поступать неправильно, соответственно, идти поперёк его. И сразу видно, кто праведник, а кто грешник. И более того, в том обществе всегда это два разных человека. Нельзя оказаться и праведником, и грешником. Это не о философии, а об обществе. Ну тогда всё ещё охуенней просто, понимаете, Томас? Тогда проблема становится ещё более явственна, потому что так или иначе большая часть общества не имеет никакого отношения ни к постмодерну, ни к премодерну, ни к модерну, вообще ни к чему. Потому что большая часть общества, в принципе, всегда, всегда не имеет отношения ко всяким интеллектуальным построениям такого рода. Ну, например, чем характеризуется модерн, там, механистической картиной мира? Следующий вопрос. А как к этой механистической картине мира относились какие-нибудь, блядь, крестьяне, которые, блядь, на земле работали и ничего не делали? Ну, то есть ничего в интеллектуальном мире не делали. Вот так вот это и работает, опять же. Если мы говорим про общество, то надо говорить про какие-то маленькие общества. Если мы говорим про маленькие интеллектуальные общества, то влияние философии на них нельзя недооценивать просто потому, что, ну, блядь, было большое количество считающих людей, которые так или иначе касались той или иной философии. Одновременно. Примодерн – это еще и иерархия. Отношения в семье, в государстве, в сознании иерархичны. Власть от Бога, глава семьи – отец, жизнь в общине, выше всех – Господь, и так во всем. Томас пишет. Так социология вообще описывает не интеллектуальные меньшинства, а большие соцгруппы. Ну, блядь, в таком смысле разделение на премодерн, постмодерн и модерн не имеет вообще никакого смысла, потому что эти самые большие группы не имели к этому говну никакого отношения. Просто вот вообще даже рядом не стояли с ними, понимаете, в чем дело. Вот в этом самая проблема большая заключается. Где пирамиду иерархии всегда венчает священное и сакральное. И образ человека этого времени тоже неотделим от веры. Что, кстати, лучше всего видно на примере безумно популярного тогда жанра «сехома», что в переводе означает «это человек». У Караваджо или у того же Тициана люди так или иначе вписаны в этот контекст сакрального, с верой и иерархией без сомнений. Где идеалом того мира является праведник, мученик. И чем ближе человек к вере подобного рода, чем ближе его сознание к писанию Ну, это не скрашивает в данном случае Дугина, конечно, но да ладно. Тем идеальнее человек и тем правильнее его знание. Ну, то есть я тоже не понимаю, как описывать эпохи, но просто эпохи это вообще... Эпохи прежде всего в таком случае делятся не по худшим, не по всем представителям общества, а только по самым, знаете, высшим. Это просто странно. Это просто реально странно. Очень странно судить по высшим слоям общества, при том по самым наивысшим. Опять же, эпоха модерна такая, модерна как таковая. Даже, наверное, среди элиты далеко не все были сторонниками... Далеко не все были сторонниками, короче, якобы модернистической картины мира, поэтому я не могу никак эпоху определить. И человек того времени, сказав фразу... Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И... ну что ж... Сам Истово искренне, без сомнений, верил бы в подобное. Да что там, другие вокруг него тоже бы верили. То есть все вокруг смотрели бы не встревоженное в недоумении, а глядели бы с восторгом и воодушевлением полные убеждения, что следующая станция конечная, рай, и стремились бы туда. Ну а наша следующая станция... ...и будет модерн, наступивший сразу после премодерна. Где-то с 18 века и просуществовавший до мировых войн. Суть эпохи модерна следующая. Вместо веры и религии приходят... Я согласен с Джоном Дой, что наследие у каждого автора отдельно. Их надо рассматривать в такой вот, наверное, номиналистической разнице. Они различны, они различны. И далеко не все авторы Средневековья, например, тотальной догматики. Далеко нет. Некоторые из них исследователи вполне так себе. Они задаются определенными вопросами, решают их. И не только в рамках христианской догматики. Когда мы сваливаем их в одну кучу эпохи, получается просто громадная куча серого говна непонятного, неописуемого. Наука и знания. Молитва это спасение? Модерн скажет... Наука, да, наука и знания. Нет, спасение это теория и наука. Эксперименты формулы в мире модерна побеждают молитву. Что значит номиналистическая разница? Опять же, мы много говорили о номинализме. Есть универсализм, а есть номинализм. Универсализм понимает, что есть какие-то общие понятия, общие какие-то обобщения. Ну, такие вот, вух, вух, все есть там, все есть это там, не знаю. Все есть бог. Или, например, нож. Нож, как абстракция всех ножей. Он, может быть, даже в реалии существует. Номинализм разбирает каждый предмет и каждую личность как нечто отдельное. И это революция, революция от веры к сомнению, от религии к науке. Это лишь... В модерне не было никакого сомнения, на самом деле. Ну, наука и сомнения разные вещи вообще, в принципе. Малая часть тех революций... Артем, я с вами полностью согласен, что на фоне деления на премодерн, постмодерн, модерн, формационный подход выглядит нормальным, идеально обоснованным. Я вполне, в принципе, согласен. Хотя тоже, тоже такая, такая себе херня, довольно сомнительная, но... Премодерн, блин. Премодерн. Охеренный мир. ...который принес с собой модерн. Это вообще весьма революционная эпоха. Научные революции, самой значимой из которых будет дарвиновская теория происхождения видов. Буржуазные революции, падение монархии, установление гражданских прав, подписание всевозможной декларации о всевозможных правах... Сейчас узнаем, что надо. ...в правах и всевозможных независимостях. Здесь же, в модерне, формируются и все политические... Ну, понимаете, в чем дело? Вы пишете, Ницше постмодернист вопрос такой. Ницше... Это человек, который заложил фундаменты философского постмодерна, как ни странно. Вот так вот. Но его никто не называет постмодернистом. В зависимости от признаков и определения, конечно же. ...идеологии, как весьма рационалистские течения. Ведь каждый из них утверждает модерном... Ну, замечу, что больше половины течений нового времени не были рационалистическими, в принципе. То есть, вообще не были рационалистическими. Поэтому, кстати, выделялся рационализм, потому что был эмпиризм, например. Это разные вещи просто. Эмпиризм был не очень рационалистичен, ну, на самом деле. А помимо всего этого, еще был мистицизм. Очень много мистики всевозможной. Вообще всевозможной до ебаного Свиденборга, который, блять, в рай во сне отправлялся, видел там ангелов и рассказывал про этих ангелов. И с этим ебаным Свиденборгом спорили настоящие философы, короче. И поэтому Свиденборг тоже считается философом. Это чтобы вы понимали, насколько все было смешано, неоднозначно и непонятно. И сам какой-нибудь Ньютон, который вроде бы, с одной стороны, ученый, физик, типа философ, математик, на самом деле, блять, еще и алхимик, колдун, пердун, там, богослов и кто угодно одновременно. Ну, то есть, чтобы мы это понимали, кто это. Да, Лебнец какой-нибудь рациональный, умный, но, блять, монады внезапно появляются, тоже, блять, честно откуда. Со всех сторон какие-то непонятные образы, сущности вообще нерациональные у разных мыслителей просто возникают из нихуя. Все очень сложно просто, ребят, было, все очень сложно. Новый тезис, что только эта идеология знает истину, которая не дарована свыше, а именно научно обоснована расчетом, статистикой, практикой. Да, 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 да. Тоже реалистичный и рациональный. У всех это так было, у всех рационалисты, все практикам наук, у всех просто поголовно, ну да. Он порывает с божественной природой, погружаясь скорее в обыденную гражданскую трагедию. И искусство отражает это удивительно точно. Скажем, у Франциски Гоя с его знаменитым сном разума, где сон именно разума порождает чудовищ, а вовсе не безверие. Или работа расстрел повстанцев, который отсылает нас к безликой цепи... В смысле Х2, закажите видосы, ребят. Если будут видосы, нам будет куда торопиться хотя бы, у нас больше нет ничего на заказ. ...стреливающих, символизирующих власть, и людей, боровшихся за свободу и принимающих смерть. Все это страсти земные, страсти рационального человека, живущего здесь и сейчас, борющегося и проигрывающего при жизни земной. Ведь важно отметить, что на картине у повстанцев в белом нет креста под кафтаном. Так что это трагедия человека мод... Бля, ребят, вы заебались своими удобными упрощениями, знаете, то вам нужна истина, а то удобное упрощение. То вам там правда нужна, а то наука. Наука это тоже удобное упрощение, очень практично, очень клево как бы. Вы уже определитесь, что вам конкретно нужно. Либо истина, либо удобное упрощение. Вы как-то с этим учитесь работать. А то у вас как-то эти скачки происходят от истины к удобным упрощениям, когда вам удобно только. Модерна – это трагедия человека, заметного, рационального и даже часто атеистического. Идеалом такого научного мира становится человек знания, ну или метафорически Прометей, как человек, бросивший вызов богам, чтобы добыть это знание. И это знание, знание модерна, всегда четкое, точное, непротиворечивое, выведенное в формулу, произнесенное понятно и последовательно. И звучать человек эпохи модерна мог бы примерно так. Нам с вами не обеспечить темпы роста ВВП, необходимые для этого прорыва, если не изменить структуру экономики. Именно на это и нацелены национальные проекты, и будут вкладываться такие огромные средства, о которых я уже сказал. Для того, чтобы изменить... Так, видео не специалиста. Сейчас я, кстати, может быть даже... Сейчас мы, может, узнаем, что она спиранка философского факультета, там или, не знаю, кто-нибудь еще. Видео-канал, пью много кофе и пользуюсь сториз. Кто ты такая? Есть страничка ВКонтакте лучше, я не знаю. Давайте Телеграм, Твиттер, Твиттер давайте, Твиттер. Культуральный криминолог. Кстати, вполне возможно, у нее культурологическое образование, я не удивлюсь. То есть, в принципе, в смысле я борюсь с призраком, если, скорее всего, это девушка-культуролог, например. С призраком я борюсь. Я борюсь не с ее позицией, на самом деле, я борюсь с позицией множества других людей, которые придерживаются этой самой позиции. Она же это не просто так из головы взяла, это из учебников информация. Министруктуру, придать ей инновационный характер. И вот на это правительство и рассчитывает. Да, сказать подобное житель модерна, конечно, мог бы. Обычная речь в духе национального подъема. Эти речи полны четких, понятных целей, с четкими задачами, по типу модерновой формулы. Задача поставлена, надо решать. Но тут есть маленькая несостыковочка. Ведь для человека модерна, речь это тоже формула. Модерн верит в науху и точность формулировок не просто как фетиш, а как руководство к действию. И если задача поставлена, то она выполняется любой ценой. И в модерне за великие задачи платили весьма большую цену. Платили целыми... У меня, кстати, может... У меня вот такой вопрос возникает. Что может быть более модерновым, чем современное наукофицированное общество вообще? У нас самый тотальный наукодрочь существует именно в современности. Из когда-либо существовавших. Никогда люди так не мастурбировали нистого на науку, как сейчас. Никогда. Никогда наука так глубоко не проникала во всеобщее образование, потому что не было всеобщего образования. Как мы можем говорить о тотальном постмодерне, если мы живем в тотальном супермодерне? У нас тотальный, мега, супермодерн, абсолютный, блядь, все научные догматики, все ебнулись на науке. Люди сошли с ума, люди обожают науку, люди просто в этой самой науке купаются. Везде, в России, в Китае, в Японии, все в науке. Все обмазались наукой, все в суперучеды теперь, все знают что-то о науке больше, чем даже о своих собственных религиях. Томас пишет, это да, но помимо науки есть мемы. Ну, блядь, мемы это как развлечение, понимаете, Томас? Ну, мемы и мемы, нам же не все время думать как, не знаю, не думать как машины. Нет, появился небольшой выход такой своеобразный. Я просто пытаюсь показать, что все не так однозначно, все смешано. И тенденции модерна в современности, ну, они прям очень мощные. Они тотально мощные, они настолько мощные, какими мощными они не были никогда за всю историю человечества. Вот просто вот, блин. Ладно. И тем более мемы придумал Докин за это наука. А, да, поехали. А в нашей действительности после озвученных формул ничего не происходит. Потому что модерн тут тоже только по фу... То там меня спрашивали, Шадов, вы считаете, возможен ли культурный прогресс? Ну, как получится, не знаю. Я скептик, я не знаю, возможно или нет, что считать культурным прогрессом. Но в рамках каких-нибудь отдельных культур по типу, не знаю, европейской, может быть возможен. Именно относительно самой этой культуры. А так непонятно, к чему двигаться, к чему, наоборот, от чего уходить и так далее, и так далее. Ну, непонятно, непонятно просто. А по сути, своей политикой давно стала постмодернисткой. И трактовать ее забавнее всего именно с этих позиций. И, собственно, к ним мы потихоньку и перейдем. И так в стремлении разрушить старое модерн преуспел. И уже ближе к своему закату модерн вообще истребит сакральное. Ницше скажет, бог умер и почеркнет тем самым триумф эпохи. Однако парадоксально... Да, Ницше просто охуеть модернист, пиздец просто, супер ученый, в белом холосте. И главное, рационалист-то он какой. Великий рационалист, тотальный, огромный рационалист, конечно же. Ницше супер рационалист, это бесспорно. Пиздец просто. Таким образом, с момента триумфа до собственной же гибели модерн просуществует совсем недолго. Наступили мировые войны, первая, затем вторая. И сперва модерн встретил войну с воодушевлением. Все были убеждены, что теперь это другие люди, это другой мир, полный разума и цивилизованности. И война тоже будет вестись так же рационально, красиво, как было устроено их искусство и наука. Но эти убеждения достаточно быстро столкнулись с суровой реальностью. Да, война и вправду стала выверенной, расчетливой, вооруженной силой научной мысли, но от этого не менее бессмысленной. Другой вопрос, а современные войны как бы шли? Ну то есть, может быть, они превратились бы в войны абсурда? Я просто серьезно, я не представляю, блядь, что за эпохи? Ну то есть, может быть, в современности война стала менее рациональна? Может быть, те военные действия, которые совершают, не знаю, спецназовцы, они сейчас там бегают, может быть, по улицам там прыгают и кричат такие... Блин, мир абсурдит! Вот так вот, я не знаю, я просто тебе серьезно не представляю, о чем она говорит. Может быть, война стала менее выверена? Бля, просто очень странно, на мой взгляд, очень странно. И масштабы уничтожения друг друга очень быстро избавили от иллюзии о вечности модерна. Оказалось, что разум и научный подход не спасают и не дают панацеи от ужасов. О, господи, никто же этого до этого не открывал, да, в эпоху... Якобы в эпоху модерна не было мыслителей, которые сомневались в науке, да, ну вот не было же, конечно, не было Шопенгауэра, не было, не знаю, да даже Канта отчасти, отчасти не было, видимо, Шеллинга, который не только... Блядь, вообще не было никакой философии, видимо. Вообще ничего, видимо, не было, чтобы противоречило науке, наверное, модерне. Нет, почти все противоречило науке, как ни странно, ну да ладно. Бля, как же я ненавижу все это деление на эти гребаные эпохи, ужас. Разочарование в единой научной истине пошло какими-то небывалыми темпами. И уже Адорн и Харкхаймер после Второй мировой будут обращать внимание, что любая истина — это тоталитаризм. Нельзя, чтобы истина, даже научная, доминировала в одиночестве. Нам необходимо... Да, давайте сделаю хайлайт этого. ...плюральная истина, чтобы правда была у каждого своя. Зачем вам плюральная истина? Иначе политические теории диктуют истину, знания диктуют истину, вера диктует истину, но и получается, что любая такая претензия на единственность собственного знания — это диктатура над человеком, диктатура над сознанием. Это не нравилось постмодернистам, так что множественность истин провозглашалась чем-то хорошим, благом, как и борьба с тоталитарностью. Для постмодерна всё относительно. Нет верного и неверного. Все точки зрения, мнения, знания равны. Охуеть, да. Кроме научного. Никайра спрашивает, а где у Шопенгауэра про науку было? Ну, он, по сути, анти... он иррационалист. Я не знаю, что такое плюральная истина, но тоже небольшое шуе тут. Даже если эти высказывания абсурдны и алогичны. И поэтому в постмодерне нет разницы между прекрасным и уродливым, искусством, неискусством. Всё искусство, и всё нет. То есть и Мадонна – искусство, и унитаз, выставленный в качестве экспоната в музее, тоже искусство. И в мире постмодерна с плюральной истиной, с относительностью всего, со скопированной культурой, сохраняемой... И с абсолютно монополизированным наукой образованием. Тотально монополизированным наукой образованием, конечно же. Эпоха плюральной истины при этом сталкивается с небольшой проблемой. Вячеслав пишет, Шадов, а то, что с момента открытия законов физики, они ни разу не поменялись, не есть основания считать, что в прошлом они тоже не менялись. Ну, блядь, Вячеслав, 500 лет. Ебать, 500 лет. И то с условием, что ученые все правильно выверяют и не ошибаются в своих предсказаниях. Понимаете, в чем еще дело? Если ошибаются, то, ну, вообще забавно будет. Если не ошибаются, 500 лет. Напоминаю, что, опять же, те же ученые предсказывают, что мир существует на протяжении миллиардов лет. Миллиарды лет. Миллиарды лет против 500 лет. Смотрите. Миллиарды лет против 500. Миллиарды лет против 500. Ну, ладно. ...сменяющий видимость культуры, при этом уже утративший всякое внутреннее содержание и наполнение. Оказалось, что человек в мире постмодерна уже тоже ничего не знает. Где мир постмодерна? Покажите мне, блядь, пожалуйста, мир постмодерна. Я не знаю, где мир постмодерна. Его не существует. Не знаю, Англия и Америка вообще вне мира постмодерна живут. Другие страны живут вне мира постмодерна. Кто, блядь, живет в мире постмодерна? Где наука проиграла? Где победила плюральность? Где? Где? Хоть одно место покажите. Хорошо, что плохо. Почти не имеет собственных идеалов и собственной веры хотя бы во что-нибудь. Хоть в бога, хоть в черта, хоть в политические идеологии. И получилось, что тоталитарность сознания была побеждена. Но человек оказался несколько неинтегрирован. И эта дезинтеграция образа человека ощущалась художниками задолго до полной победы постмодерна. Например, в работах Пикассо «Человек у камина» или «Удали человек-невидимка». В их время окончательное разложение человека на вот эти вот кусочки, оно еще не сложилось, хоть и ощущалось. И постчеловек, собственно, примерно так и выглядит. Как разрозненные кусочки реальности. Со знанием в виде супового набора из рекламных слоганов, обрывков идеологии и каких-то исторических... Вячеслав, допустим, законы мира меняются каждый миллион лет. Все. Допустим. Допустим, законы мира меняются каждые 500 лет. Тысячу лет. Допустим, каждые тысячи лет меняются законы мира. Допустим. Как угодно можете здесь допускать. Вы можете уходить из этой парадигмы как угодно. ...знаний, желаний и полуосознаваемых стремлений. И такого непостоянного человека постмодерна Делес называл шизофреническим. Ну или по-другому человеком, у которого нет единого понятного корня. Нет как бы фундамента его убеждений. Потому что его собственное я, его представление о себе, своих целях, смыслах тоже ситуативное и смутно осознаваемое. А к тому же еще и противоречиво. И самое забавное, что вот эта противоречивость заключается в том, что для постчеловека противоречия не существует в принципе. Для него все относительно. Все сомнительно. Все истинно и все ложь. Постмодерне... Постмодерне нет никакого сомнения, опять же. Напоминает, что сомнение это состояние, в котором у вас нет никаких убеждений. В постмодерне у людей есть убеждения. У философов в постмодерне огромное количество убеждений. И так далее, и так далее, и так далее. Постоянно не только мнение человека, но даже сам человек непостоянен. Появляются не просто новые идентичности по типу классовых, а бесконечное количество новых идентичностей. Гендеры, флюидные гендеры, меньш... Ну, кстати, здесь во многом, не знаю, наверное, виноват не постмодерна, марксизм. Ну ладно. Пшинство, прочее, в общем, человек не может больше принадлежать твердо и точно к одной конкретной идентичности, а принадлежит к плюральному множеству, которое меняется от дня ко дню. Что-то наподобие ников в интернете, когда сегодня ты один, а завтра другой. Охуеть, мы меняем ники в интернете, поэтому мы завтра одни, послезавтра другие, охуенно просто. Супер, супер мир постмодерна, я не знаю, вообще заебись. Сегодня думал одно, а завтра уже другое. Так как ник сменить в чате или просто создать персонажа в игре, так же и в обыденной жизни. Информационный шум набивает сознание человека. Ага, то есть в эпохе премодерна вы не могли, так скажем, условно говоря, сменить персонажа. И, наверное, в современном обществе вы каждый день меняете себе персонажа. Вот вы, не знаю, охранник церкви, а через пару дней вы уже стример, там, я не знаю, или через 10, не знаю, лет вы уже, там, не знаю, бизнесмен великий или хер знает твой. Нет, это так не работает. Человека быстрее, чем тот успевает его осознать. И этот шум случайным образом оседает на подкорке и формирует то самое постмодерновое... Да тут, блядь, все просто постмодернисты с этими тезисами. Да, Пешков, Чеханте, Чехов, да, это, видимо, тоже постмодернист первый. Я вообще просто не ебу, как это работает. Сознание. Когда точка зрения обывателя неотличима от точки зрения эксперта, мнение... Точка зрения обывателя. Блядь, наука заебись так, мы просто пиздец, наука работает. Точка зрения эксперта совершенно другая, она сложная, она комплексная, она базируется на многих фактах, на многих позициях. И так или иначе, включает в себя множество различных отсылок. Неудобно, да, получается, как бы? Неудобно, ну ладно. Я просто, я серьезно не понимаю, на каком базисе люди проводят это деление. Очень странная херня, очень абстрактная, очень непонятная. И колоссальное количество контрпримеров всегда найдется, что просто вот так вот, блядь, забрасывать их в это деление. Ученого равно мнению блогера. Рекламный ролик воспринимается так же серьезно, как репортаж из горячей точки. Сегодня спросил, все феминисты слушают рэпчик, любят стендап. Завтра спросил, уже другое содержание. Ну не завтра, через 10 лет. И дело не в быстро меняющейся моде, а всей минутности вообще всех убеждений посмотра... ...нового человека. И видите ли, здесь, по идее, я должна была бы привести несколько ссылок на то, как политическое может звучать в постмодерне. Блядь, а Путин где, алё, где Путин? То есть раньше личности вообще не менялись, да? Люди просто постоянно одни и те же были. Блядь, попурить только из фраз конкретно Путина не стану, поскольку в нашем видео Путин это все-таки не конкретный человек, а тоже эпоха, как и постмодерн. Я бы даже сказала, что мы живем в эпоху постпутина, в том смысле, что Путин еще есть, а вроде как его и нет, потому что для нас он не более чем персонаж на экране. Политика вроде как есть, а вроде как и ничего не происходит. Модерновые тезисы и планы вроде как есть, а выполнять их не спешат. Авторитарность вроде бы присутствует, а при этом решить задачи, как делает авторитарное государство, не выходит. В смысле? Ну, бля, ну, русские, я думаю, не пытаются это сделать. Но есть огромное количество государств, которые работают. И поэтому постмодернистская эра для нас, совпавшая с Эрой Путина, становится удивительно похожими. В эту шизофреническую поделезу эпоху, чтобы продемонстрировать именно эффект супового набора, из которого теперь сшивается реальность, как лоскутное одеяло, нам потребуется взглянуть несколько шире, чем просто цитат одного... Да, проблема заключается в том, что никаких постмодернистов нет, нет никаких плюральных личностей, никого никуда не понапихали, есть просто долбоебы, которые, ну, не знаю, пытаются создать у себя в голове разделение на какие-то разные эпохи и все. Блин. Это реально очень странно. Это крайне странно. ...конкретного политика. Видите ли, путинская реальность, или постмодернистская, если вам так больше нравится, не делает различий между прогрессивным и регрессивным? Все существует одновременно и равнозначно. Поэтому и в нашей эпохе, Путина-постмодерна, представляя что-нибудь сверхпрогрессивное, постмодернистская реальность делает это обязательно с крестным знамением, чтобы летело лучше. Или постреальность может стремиться к миру, чтобы лишь бы не было войны, но точно помнить, что одновременно и за други своя номеру и смерть красна, и показать ракеты, летящие к потенциальному противнику. И все параллельно удивительно легко уживается между собой в такой коктейль, который не снился бы политикам эпохи модерна, в которой четкость формулировок и твердость позиций самая важная. Но в постреальности последовательность и однозначность не являются целью. А в чем нарушается последовательность, когда мы окропляем непосредственно ракеты, не знаю, кодилом? Это же прикольно. Можно хотеть и даже объявить цифровизацию экономики, но идти не к ней, а к строительству храмов во всей территории, но за то, на который можно будет сделать пожертвования онлайн. Ну или создать вакцину, которую назвать спутник. И что? У меня вообще, блять, вопрос. Когда было по-другому, короче? Когда было по-другому? Когда развитие научных знаний, или вообще любых других знаний, не приводило к эклектическому смешению различных позиций? Когда это, блять, было? Может быть, в новое время, когда наука возникла, развивалась, может быть, в 20 веке, там, не знаю, в 19 веке, не было мыслителей, которые вроде бы, с одной стороны, и науку как-то разбирали, а с другой стороны, что-то другое придумывали, связанное с Богом, там, с церквями, с храмами. Может быть, это, блять, впервые в истории человечества такое произошло, что люди, по сути, по природе своей эклектики. И они все смешивают в своих мировоззрениях, в своих действиях. И когда мы берем случайные действия из-за ситуаций, каких-то в мире происходящих, мы можем подтвердить абсолютно любой бред. И в данном случае, это тот самый бред, который мы подтверждаем. Ой, смотрите, ракету Кодилом, в Кодилом, смотрите, окропили. Как весело, как круто. Но знаете, почему ее окропили? Потому что это эклектика обычная. Может быть, в архитектуре никогда не было эклектики, может быть, эклектики взглядов никогда не было во всем мире. Может быть, блять, ислам это не результат этой самой эклектики. Эклектизм яркий признак постмодерна, пишет Томас. Раньше, если и было, то не так массово, потому что большая часть людей были вообще тотальным необразованным быдлом, Томас. В интеллектуальной среде эклектика всегда была и всегда была крайне сильно проявлена. Человек, который читал много и много разного, иногда приходил к довольно смешанным эклектичным взглядам. Платон и Аристотель – это уже эклектичные философы. Это философы эклектики. Это философы, совмещающие рандомные элементы представителей, не знаю, философии прошлого, прошлой Греции. Это уже эклектики. Эклектизм и в философии, и не в философии, он абсолютно везде встречается. Я, блять, вообще не понимаю, о чем речь. Что вообще происходит? Эклектизм – яркий признак постмодернизма. Значит, блять, вся история человечества – постмодернизм. Только что. Только что было объявлено. Окей. Пользовав старый символ чего-то первого, прорывного и того, что признавал весь мир. И использовать это только как обложку некого величия, но с утраченным содержанием. Ведь в отличие от настоящего спутника, вакцины делались и раньше. Да и спутник признавал весь мир, а эту вакцину не особо. И самое забавное… Эклектика – это близко к диалектике Гегеля, да и все вообще близко к диалектике Гегеля. Не, ну просто эклектика, она реально была везде. Люди комбинировали свои взгляды рандомно почти всегда. Что на обложке-то все и ведутся. Например, некоторые слушают… Нет, не только противоречивых позиций. Эклектика – все, что угодно может быть в данном случае. Смотр новых политиков могут по ошибке принять их за старую советскую номенклатуру. Или за патриотов. Или еще за каких-нибудь идейных. Но нет. За любой из этих обложек нет смысла. Это только симуляторы. Копии с оригинала. То есть форма подачи такая же, но кроме формы – ничего. Это верно и для религиозности без реальной веры. И для жесткой политической программы в духе… Да, религиозность, без реальной веры, конечно же. Все люди сейчас верят без реальной веры. Охуенно. Модерно, но без реальных действий. А раньше… А, вот раньше верили прям. Ух, как верили прям. Ух, кулачки сжали прям. Ух, да. И для величия науки и техники. Но без попыток ее построить. Потому что… В смысле без величия науки и техники, но без попытки ее построить, блядь. Что, блядь, происходит? Когда еще больше техника была развита, чем сейчас? Когда еще наука была больше развита, чем сейчас? Я просто, ну, не понимаю, о чем речь. Это и есть сама суть постмодерна. Ну, знаете, многие не согласятся со мной. Скажут, что это все слишком перемудрено. Хуйня. Это не перемудрено, слишком тупо. Дело вообще не постмодерновости сознания, а все это обычное лицемерие. Что они ничего никогда не собирались менять или создавать. Говорят все эти старые песни огла. Томас пишет, не смешивая понятия, она специфическая эклектика. Окей, специфическая эклектика. Давайте возьмем в качестве примера взгляда Джордана Бруно, который смешивал в своем мировоззрении протонауку, математику, мистицизм и прочую тотальную хуйню. Делал предположение о бесконечности вселенной и огромном количестве, видимо, тоже бесконечности возможных миров. Был просто невероятно странным мужиком, у которого было колоссальное количество странных взглядов. И в эпоху Возрождения мы встречаем огромное количество подобных персонажей. У которых были довольно противоречивые, непонятные, неоднозначные взгляды. Даже такого рода специфическая эклектика всегда встречалась. Вы можете сказать, что у меньшинства это исключение, но проблема, блядь, заключается в том, что все образованное там, не знаю, население человечества на протяжении всего развития человечества, кроме последних нескольких веков, это меньшинство. Всегда меньшинство. И даже меньшинство из меньшинства, как бы. На уши, подожди. Вы определяете эпоху с помощью меньшинств, меньшинств в рамках уже одного меньшинства образованных людей, как бы, а потом еще и говорите, ну вот это исключение, да, это всего-то несколько человек, несколько человек. Эти несколько человек, их ученики, это, ну, довольно большой процент от этого, от этого количества людей, которые мы берем за эпоху великую, потрясающую, невероятную эпоху. Это смешно. Версия сильная. Хотя нет, ну, подождите. А что, если они реально так мыслят? Что, если они вправду искренне верят в то, что говорят? Одновременно. Так принято постмодерны. Верят и в то, и в другое. Человек может не верить и в то, и в другое. Вообще, блядь, постмодернисты не верят в одно и другое. Томас пишет, в этом и отличие. Массово. А, ну, блядь, окей, ну, тупо потрахались и уже постмодерн. Заебись, круто. Люди, бывает, меняют свои взгляды. Сначала они верят в одно, а потом в другое. Все нормально. Говорят о необходимости строй. Верят в это. И тут же другой рукой берут на летний отпуск из бюджета, потому что и в отпуск тоже верят. Но они верят в отпуск. В чем проблема? О необходимости независимой внутренней политики. Блядь, может, никогда не было того, что коррупция вообще где-то была в мире? Может, это просто явление 20 века, там, не знаю, 21? Может, блядь, Путин изобрел коррупцию вообще? Я тоже... Может быть, впервые люди врут другим людям, и коррупцию устраивают? Это, может быть, впервые тоже происходит за всю историю человечества? ...тики и суверенитета, но при этом и в швейцарские счета тоже верят. И в космос, и Циолковского верят, и в Святую Силу тоже. И в Гагарина, и в Человека-паука, и в Лена Маска, и в Путина. Во все верят сразу, одновременно. Как бы не делая различий между этими всеми видами знаний и утверждений. И знаете, мне кажется... Пиздец. Это как минимум интересная версия происходящего. Потому что возможно, только возможно, но у нас в России уже установилась первая в истории человечества по-настоящему постмодернистская система власти. Нет. У нас... Я боюсь, что меня арестуют. У нас, скорее всего, просто правит обыкновенный изброд. Как бы, все. У человека-изброда, ну, обычно довольно непоследовательные взгляды. И изброд очень часто свои взгляды, так или иначе, плюс-минус меняет не на самые лучшие взгляды. То есть, всякое может происходить. Я, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю, что за постмодерн, где он, как он существует. И что это за факты рандомные внезапно возникают. Да, я знаю, что некоторые наши зрители напишут, что все, что я сказала, это какой-то идеализм. И у всего есть своя объективная природа, там, экономические отношения, реставрация капитализма и все прочее. Да, скажут многие. Но, блин, это слишком расчетливо, слишком по-модернистски. Устарело это, товарищи. Не, проблема не в том, что это слишком по-модернистски. Просто довольно хуевая писательная система, которая не описывает и 90% живущих сейчас образованных людей. Другая проблема заключается в том, что описание модерна не описывает, ну, где-то там, не знаю, 80% живущих в то время людей. Никого у постмодерна нет никогда. Это способ с премодерном во многом то же самое, кстати. Ну, да ладно. Охуеть. Ну, че, мы досмотрели это. Мы досмотрели это.